Добрый день, дорогие друзья! Хотелось снять видео относительно того, как продвигаются дела о сносе мансардного этажа. Напомню, что администрация Ворошиловского района города Волгограда подала на меня в суд, точнее на мою мать, но так как я наследник и прописан в доме, то фактически, получается, мы задействованы. То есть мы там построили мансардный этаж, но не успели его оформить. И теперь администрация принуждает нас снести этот мансардный этаж. Судебное заседание будет 14 числа. Сейчас мы готовимся. Хотел таких 11 пунктов подчеркнуть, на которые мы хотим ссылаться в качестве защиты. Первое хотелось сказать. Конечно, адвокат строит свою линейку защиты. Пока мы еще все эти пункты воедино не соединили. Но, возможно, вы что-нибудь подскажете, что лучше говорить, а что лучше упустить. Возможно, какие-то моменты не следует упоминать. Но я все, за что можно зацепиться, попытался отразить. Вот, первое, у нас крыша была аварийная. То есть на момент, когда мы делали мансардный этаж, то есть у нас шифер сгнил, то есть текла крыша, мы начали разбирать ее. Есть фотографии, кстати. То есть тогда я еще не был, не занимался блогерством, но фотографии я заснял. То есть в каком состоянии была крыша, как я ее разбирал, в каком состоянии были стропила, то есть полностью все демонтировали, потому что на самом деле все было в негодном состоянии. Вот, это первое. Я считаю, на этом тоже можно ссылаться, что как бы мы были вынуждены это сделать. Но ввиду того, что мы уже разобрали, просто-напросто, так как еще было разрешено на тот момент, это было до 2018 года, то есть можно было самому реконструировать, потом оформлять. То есть закон вступил в силу в 2018 году, что нельзя было этим заниматься. Вот, поэтому на тот момент мы это сделали, потом хотели оформить. Вот, я считаю, можно, в принципе, это тоже упомянуть. Второе. То, что мы являемся многодетной семьей, вот, что фактически получается, что снос мансарды очень сильно повлияет на всю семью как таковую. То есть, я считаю, это такой, ну, существенный момент. Вот, к тому же две семьи, если так разобраться, первая семья, хоть она и уже расформировалась, в которой я состоял, то есть нас пятеро всего было. Вот я предпоследний сын, получается. Вот, и мы там с сестрой, получается, прописаны. Вот, ну, фактически, то есть, получается, я вот вторая многодетная, сейчас со своей семьей живу, трое детей у нас. Вот, я считаю, тоже, одна из причин, за которой можно цепляться. Третья. Путаница в документации. То есть, на тот момент, когда мы начали оформлять, у нас в реестре было три кадастровых номера. То есть, как будто бы у нас на нашем участке три объекта. Вот, мы даже поднимали карту, там реально стоял, как будто какая-то постройка еще в огороде у нас. Потом, оказывается, еще третий был какой-то номер. Вот, и из-за этого было непонятно. То есть, какая-то постройка была, как квартира числилась, какая-то как дом. Соответственно, когда мы брали оформлять землю, нам говорят, у вас квартира, это невозможно сделать. Вот, и только вот буквально недавно мы этим занимались. То есть, мы удалили два других кадастровых номера, вычеркнули. И только вот сейчас уже пошел ход оформления земли. То есть, вот эта путаница в документации, опять же, это благодаря той же администрации. То есть, они же эту путаницу и сделали, которые на нас подали в суд. Фактически, получается так. Четвертое. Мать является ветераном труда, то есть, владелец дома. Ветеран труда. Никогда не получала никакую помощь от администрации. Вот. Но, я считаю, можно упомянуть, что хоть какую-то помощь пускай все-таки окажет. Хоть в оформлении мансарды. Пятое. Фактически, нам негде жить. То есть, семья остается... Мало того, мать остается на улице и многодетная семья. То есть, две семьи остаются на улице. Фактически. Вот. Шестой пункт. Нет денег на снос. То есть, фактически, они говорят, что привести в надлежащее состояние. Вот ихнее вот письмецо. Здесь написано, что... То есть, демонтировать мансардный этаж. Вот. И привести в исходное состояние. То есть, как все было. Но это же тоже сколько времени, денег. И мало того, один я не справлюсь. Мне кого-то нанимать надо. Правильно? То есть, как бы, момент бюджета тоже. То есть, нет денег на снос и время возвращения крыши в первоначальное состояние. Потому что это и время, и деньги, и силы. То есть, и нужно нанимать специализированную бригаду. Вот. Следующий момент. После даже всей реставрации, после всего, что произойдет, фактически, семья многодетная останется в одной комнате. То есть, для чего это все и делалось, вот эта вся реконструкция, чтобы увеличить жилплощадь. То есть, в одной половине мать живет, во второй половине мы. То есть, фактически, получается, там одна комната, там с небольшим... Там буквально метра два или три, там одна комнатка еще, там чисто вот кровать поставить. А фактически, там всего лишь одна комната. Вот. И у нас получается такая же, как зеркальное отражение дома. Такая небольшая комната, 16 квадратов. И маленькая такая, как вот где лестница, там буквально квадратов 7-8. Вот. То есть, фактически, получается, что если делать демонтаж, то та 8, которая 7-8 метров, она полностью отрежется, потому что там и лестница, там все это надо заделывать, пыль, грязь. Вот. То есть, фактически, мы вот в одной комнате остаемся. Поэтому, я считаю, тоже такой момент. Еще девятый пункт. Дом очень старый. Постройка 1962 года. Можно ли на это ссылаться? Можно ли... То есть, вот этот момент тоже привести в суде? Вот. Я считаю, можно. Еще один пункт. Кирпичи укладывались на глину. Вот. Этот, я считаю, момент тоже нужно упомянуть, потому что, если мы будем заново, то есть, монтировать, демонтировать крышу, то кирпичи просто-напросто могут не выдержать. Вот. Потому что весь мансард завязан за кирпичи. Вот. Армопояса там как такового изначально-то и не было, потому что это старая постройка. Вот. Никакого утяжеления я на старую постройку не делал. Дополнительная нагрузка. То есть, я боюсь, потому что дом на самом деле старый. И еще кирпичи положены на глину. И мы когда разбирали крышу, у нас фронтон был положен из кирпича. Я буквально все кирпичи разобрал вручную. То есть, фактически без молотка, без всего. То есть, они... Ну, глина. Одним словом. Это не цемент, это глина. Поэтому, можно ли это упомянуть в суде, что дом очень старый, что кирпичи укладывались на глину, и второй раз дом может не выдержать, если разбирать и собирать крышу, как это суд говорит. Но, я еще одну интересный момент нашел. Это в их письме. Ихнее письмо. Здесь есть такой интересный пункт. Хотел бы зачитать. Это администрация Ворошиловского района. Пишет глава администрации Иванов. Так, вот он пункт. Пункт 28. Постановление пленума. Номер 10, дробь 22. Указывается положение статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Распространяется на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект. Дальше. Суд обязывает лицо к сносу самовольно реконструированного недвижимого имущества лишь в том случае, если будет установлено, что объект не может быть приведен в состояние, существовавшее до проведения таких работ. То есть, можно ли за это зацепиться? Да, вот здесь еще раз прочитаю. Суд обязывает лицо самовольное реконструирование недвижимого имущества лишь в том случае, если будет установлено, что объект не может быть приведен в предыдущее состояние. То есть, если дом является такой вот старый, что если сдемонтируешь, и потом опять будешь монтировать крышу, что фактически дом может разрушиться, там уже и трещина по фасаду идет. То есть, можно ли привести его в исходное состояние? То есть, понятно, что для этого будет экспертиза, чтобы это определить. Но я считаю, это тоже неплохой момент для того, чтобы зацепиться. То есть, когда старые постройки, вот именно даже у них подсказка прямо в самом письме есть, что в том случае, если дом не может быть приведен в первоначальное состояние, в том случае, не надо будет демонтировать мансард. То есть, возможно, там обойдется штрафом или какие-то там рассрочки будут предусмотрены. То есть, вот я считаю, прям вот этот пункт самый важный. Наверное, на него следует обратить больше внимания. Тем более, они сами этот пункт подчеркивают даже в своем письме. Вот. Что мы сделали? Вкратце скажу. Мы, ну, то, что мы с адвокатом встречаемся, беседуем, вот это все, то есть, до конца мы еще, еще, в принципе, время есть, меньше двух недель. Вот. Но все равно, то есть, мы как бы думаем, решаем эти вопросы. Вот. Оформили мы, значит, вычеркнули два вот этих номера кадастровых. То есть, сейчас вот уже земля идет на оформление, но это, конечно, может долго продлиться. Понятно, что до суда мы не успеем. Вот. Но, по крайней мере, мы этим занимаемся. Это уже хорошо. Оформил я план, точнее, сделал технический паспорт на мансард, вот, не дожидаясь решения о реконструкции с администрацией. Вот. Мы сразу же, ну, то есть, зарисовали его. И единственное, сейчас нужно будет внести в реестр. Вот, кстати, через час я сейчас еду в МФЦ сдавать документы. Один юрист, с которым мы вот сотрудничаем по земельным вопросам, вот он подсказал, говорит, попробовать можно. А, еще хочу сказать, на нашу, вообще, всю недвижимость наложен арест. Они любят это делать, администрации, когда, да вообще, даже, по-моему, суд это делает, я просто точно этих моментов не знаю. То есть, когда идет разбирательство с недвижимостью, накладывается арест, как отчуждение, чтобы мы ничего не могли сделать, не могли продать, не могли там что-то с недвижимостью сделать. И вот данный момент сейчас у нас как арест. Вот насколько этот арест, на что влияет вообще? Могу ли я оформлять мансард, могу ли я землю оформить? До конца непонятно. Хотя я звонил, когда в кадастровую палату, узнавал о запрете. Вот. Они сказали, что вроде бы, как только я продать не могу, а все остальное я могу делать. Ну, не знаю. Я вот сейчас попробую, мне сказал юрист, давай попробуем, как говорится, попытка не пытка. Я собрал всю документацию на мансард, план сделал, все. И сейчас вот поеду в 9.45 записались в МФЦ. Буду подавать вот этот план. Вдруг, как говорится, прокатит. Если прокатит, будет очень хорошо, потому что фактически у нас мансард уже будет оформлен. То есть, это будет вообще отлично. Вот. Говорят, с 2021 года упрощенка в оформление пошла, но я не попал чуть-чуть. У меня так интересно, что заявление написали на меня 28 декабря 2000 года. Как будто знали вот этот момент, чтобы успеть, как говорится, чтобы успеть. Потому что сейчас говорят, я у юриста спрашивал, говорят, с 2021 года оформление опять по упрощенке. То есть, где-то как-то можно обходить вообще вплоть до того, что какие-то лазейки есть. То есть, если грамотного юриста нанять, что даже без администрации, фактически. Понятно, что администрация за все отвечает, но есть некоторые моменты, которые можно где-то обойти. И в частности, вот я вот это вот составили мы план о реконструкции мансардного этажа. В частности, тоже там интересный такой маленький пункт, что мы не напрямую в лоб будем говорить, мы хотим внести изменения по реконструкции. Там понятно, что разрешение администрации нужно, это и другое, десятое. А там он говорит обязательно сказать, вот сейчас под рукой нету, сейчас надо будет заскочить домой. Там написаны, по-моему, такие слова. Но если интересно, я могу написать в комментариях. Внесение изменений, по-моему, так. Внесение изменений. И прилагается вот этот план, соответственно, там диск, все это записано, вот это все изменения. То есть, может быть, вот это как лазейка, что ли, я не знаю. Он говорит, можно попробовать, в принципе, может, может и поможет. Обязательно напишу в следующем видео. Так что, готовимся мы к суду. Конечно, много, много вопросов, несмотря на то, что вроде бы много и причин того, что могут не разрушить мансард, не заставить его снести. В то же время есть, конечно, опасения, неприятные. Понятно, что все на нервах, но в то же время есть надежда. Всегда. В принципе, все, что хотел сказать, если у вас есть какие-то мысли на эту тему, потому что многие, я считаю, кто смотрит, тоже сталкиваются с такими проблемами. Я думаю, это видео будет полезно для всех. Пишите обязательно в комментариях. Кстати, хочу сказать, все ваши комментарии, которые вы писали, я с вниманием очень внимательно прочитывал, все отдельные советы. И, кстати, насчет того, чтобы зарегистрировать как чердак, тоже хороший совет был, но единственное, по-моему, тут же даже сама подписчица сказала, другая, что больше полутора метров считается уже не чердак. То есть, когда крыша возводится, там, короче, много таких моментов, что они тоже уже это просекли, сразу же внесли изменения всякие. Поэтому все не так просто. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Спасибо, что переживаете за меня. Все на этом. Спасибо. До новых встреч.